Итак, ребята, сегодня будем творить сказку, колдовать. Для вас будет волшебство. Под моей рукой находится вот такая вот монета. Вроде как неплохая, 1764 года. Бодренькая, зачетная. И нам ее нужно почистить. И давайте я вам покажу, что с ней у нас сейчас произойдет. Смотрим. Та-дам! А вот она, наша красавица. Вот такая у нас красивая получилась монета в родной батине. Итак, ребята, всем привет. Сегодня у меня начинается волшебство, сказки. И мы будем вам показывать, как я превращаю из какаликов, из плохих наших копанных монет, просто в шедевры. И именно сегодняшний видеосюжет будет о волшебстве. Вот такие обычные руки и небольшой набор чистящих средств нам в помощь. Будет волшебство. И вам оно очень-очень понравится. Так что смотрим видеосюжет от начала и до конца, без перемотки. И вы научитесь, как это все делать. Так что внимательно смотрим за обычным действием рук. Ловкость из рук и никакого мошенничества. Смотрим. Будет интересно. Ну что, ребята. Берем нашу жидкость. Вот она, красавица, для медных монет. И мисочку. И прям вот так вот бросаем и смотрим, что же у нас здесь будет происходить. Монета будет лежать всего-навсего. Меньше минуты, ребята. Меньше минуты. Взяли и переворачиваем. Отсчитываем 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Монетку мы вынимаем. Прочищаем. При помощи обычного полотенчика. И сейчас покажу, что у нас получилось. Ну, смотри. Смотри, мой дорогой друг. Вот она, монета. Патина на месте. Сейчас мы будем работать при помощи вот этой щеточки. Стекловолокно. И будем смотреть на результат вместе с тобой. Ну что, вот она, наша монетка, ребята. В принципе, неплохая. На ней небольшой нарост появился. Ну, порошочек такой. И при помощи кисточки мы все это аккуратненько зачищаем. Вчера мне кто-то в комментарии написал. Александр, механической чисткой. И при помощи этой жидкости нужно иметь, как бы, навык. Иметь руки из того растущего места. Ну, я вам хочу сказать следующее. Руки из нужного места здесь практически необязательно. Нужно просто иметь навык. Навык, конечно, придет у вас не сразу. Вот. Но он все-таки придет. Так, следующую. Зачищаем и смотрим, что у нас тут получается. Как вы видите, родная патина остается. Мы с ней ничего делать не планируем. Мы хотим, чтобы она у нас осталась. Так что нашей волшебной щеточкой мы просто заглаживаем неровности монеты и неровность цветовой гаммы. То есть, видите, да? На ней имеются такие темные пятнышки. Вот. Если не справляется щеточка, переворачиваем ее и пытаемся тупым концом привести все это в порядок. Надеюсь, вам видно, да? Как я осуществляю работу. Вот эта черная крапинка походу какой-то неестественный налет. Какая-то клеевая субстанция. Так, здесь вот тоже немножко цвет разнится. При помощи тупого конца мы его зачищаем. И, как видите, удачно. Удачно. Еще одно пятнышко. И делаем то же самое. Нежно. Никуда не торопясь. Все это убирается. Ну, в принципе, результат уже, да? Радует. Вот такая вот становится у нас монетка. Ну что, ребята? Последнее действие делаю с оборотной стороны нашего всадника. Затираем. И, в принципе, монета уже как бы готова. Да-да, ребята. Прошло какие-то считанные минуты. Не десятки минут. Не полчаса, не час. А именно считанные две, три, четыре минутки после того, как я забросил ее в жидкость и прохожусь по ней именно нашей щеточкой. Делаю ровный слой. И теперь мы выведем, что это у нас московский монетный двор. ММ. Две копейки. До этого было ничего не разглядеть. При помощи щеточки мы заравниваем все неровности. Делаем патину одного цвета. И вычищаем тем самым еще микро-частицы. чистящего порошка, который остался именно вот в венках, где мелкая текстура. Вот и все. Монета чистая, красивая. Следующее, что мы делаем, это же, конечно, берем наш раствор паралоид. Вот он. Вот он наш паралоид. Видите, да? Паралоид. И просто напросто берем и наносим. По инструкции говорится, чтобы мы ее как бы забросили монету полностью. Но я же использую экономический такой вариант. Просто наношу при помощи нашей ватки. Что эта жидкость делает? А делает она следующее. Она у нас консервирует покрытие, заполняя микропоры, которые образуются при чистке. И они у нас заполняются. Просыхает. И я снова эти места хорошенечко промазываю. Два-три слоя достаточно. Так, на камере я вижу какие-то здесь пятнышки, да? А у меня на монете этих пятен вообще не видно. Это как? Через камеру смотрю, эти пятна видно. А тут их не видно. Интересный такой нюансик. Вот здесь вот прям видно, да? А визуальными глазами вообще не видно. Знаете, монета глазами смотришь вообще ничего не видно. Монета ровно почищена. А камера передает, что здесь какие-то есть изъяны. А глазами смотрю все ништяк. Да, надо тогда устранять. глазами я это не видел. А через камеру вот вижу. Здесь вот у нас какие-то темные пятна. Интересный нюанс. Очень интересный. Сейчас я их буду убирать. Убирать конечно же буду при помощи щеточки. Так, где они? На камеру смотрю, так что уж извините ребята, через камеру это все делаю. потому что глазами я их не вижу. Вообще не вижу. Так, смотрим. все-таки есть. Есть. Да, ребята, есть. И давайте я их снова именно этот участок пройдусь. и снова зачищу их. Так, жидкость нанес. И через камеру смотрим, где у нас. Ага, вот здесь вот чернота. Мы удаляем здесь чернота, здесь чернота. где там еще на камере? Так, здесь. И вот здесь, да? Убираем их. Убираем. Так, видно на камере что-нибудь? Да, вот здесь вот что-то. Шляпа какая-то. Надо ее убрать. ну, суть вы поняли, да, ребят? Глазами их не вижу, а объектив передает, что что-то что-то есть. Ладно, убираем этот чистящий элемент с нашей монеты. Так, не вижу, ничего не вижу. возможно, ничего больше и нет. Надеюсь. Снова прочищаю, ребята, щеточкой. Зачистили это место. И наносим паралоид. Паралоид. наносим. Подсыхает и снова наносим. так, вроде угодно. Это видео, ребята, я делаю для тех, кто кто-то недавно мне писал. Да, я, может быть, повторяюсь, но повторение мать учения. Кто-то говорил, что этим методом чистят только у кого руки из того места. Как вы видите, нет, руки у меня не особо из того места растут, но результат, как вы видите, получается неплохой. Неплохой. Так, даем монетке просохнуть. Так, просохла. и теперь другую сторону тоже промакиваем. Вся эта жидкость у нас сейчас впитается и наносим заново. Так, не знаю, как вам будет видно, я не знаю, отсвечивает или что. У меня все красиво, но смотря на объектив, что-то как-то не очень получается. Но мне нравится. Вот смотришь глазками, просто красотинь. Даем монете просохнуть. Монета сохнет буквально буквально на глазах. Все супер. И просто берем тряпочку, берем тряпочку и это все дело натираем. Натираем. так, давайте-ка я штатив поменяю. Ну что, ребят, штатив я поменял и под другим ракурсом в принципе уже достойно выглядит монета. Достойно. Просто как-то свет не падал и монетка не очень интересно выглядела. Следующее, что мы делаем, это, конечно же, зачищаем все до блеска. Тем самым мы заравниваем неровности монеты. Как вы слышали, я зачитывал, для чего это средство. Оно заполняет микропоры. Как вы знаете, еще в медь попадает вот именно ой-кисел вот этот зеленый и в монете в металле остаются микротрещины. И эти трещины заполняют эту жидкость и мы сейчас при помощи тряпочки просто-напросто их втираем. Затираем ту самую неровность и монета становится такая, знаете, гладенькая, блестящая, просто красавица. Так, куда фокус-то у нас делся, а? Вот, фокус появился. Вы уж извините, я на объектив не смотрю, занимаюсь своим делом, а камера просто пишет. Так что, если звук и картинка не будут соответствовать, вы уж извините, потерпите. Самое главное, процесс и конечный результат. Итак, получилось как-то вот так вот. Я считаю, неплохо. Следующее, что мы будем делать, это, конечно же, консервация. Консервация при помощи космолоида. Вот такой вот жидкости. Его тоже рекомендует до полной пропитки на 10-20 секунд. Мы же что делаем? Мы просто берем и при помощи кисточки или же вот ушной палочки, как я, пропитываем монету, промазываем в два, в три слоя. Тем самым мы консервируем монету. Консервация делается для того, чтобы монета потом больше не изменяла цвет, чтобы монета больше потом не цвела. Грубо говоря, чтобы не было взаимодействия меди с кислородом. Вот так вот. В принципе, сохнет быстро. Все делается быстро. Этот метод хорош тем, что это быстро делается. Очень быстро. Не нужно месяцами ждать, когда монета будет готовой в мыльном растворе. Делается все быстро. Очень очень быстро. Волшебство творится просто-напросто у вас на глазах. В принципе, все, ребята, все. Монета готова. Давайте я вам покажу сейчас в макросъемке, что у нас получилось с этой монетой. Ну что, ребят, подведем итоги нашей монетки. Почистили мы ее. Самое главное то, что мы оставили родную патину. Родная патина на монете осталась. Буквально за какие-то считанные минуты монета готова. Ну, для первого раза, для первого опыта я считаю нормально. Как вы видите, есть микронедочеты, но держал всего-навсего 20 секунд. 20. Нужно было 25. Глазами их не видно, а вот камера недостатки все-таки передаются. да-да, передаются. Легкая под глазами смотришь не видно. А через камеру, через диксиев все это проглядывается четко. Но я думаю результат все равно вас порадовал и вы возможно будете пользоваться этим средством. Так что как-то так. Итак, ребят, я настолько увлекся самим процессом чистки, что меня теперь не остановить. одну за одной я восстанавливаю, реставрирую монеты. Как вы видите, монета в родной патине. Вот такая вот красивая она у нас получилась. Это родная патина, двушка Екатерины. А эти у нас уже были сделаны и почищены при помощи нашего помощника Шабера, который мы заказали у нашего товарища. конечно же здесь у нас патина искусственная. И монетки в принципе получились нормальные, добротные, рельеф зачетный. Вот. Но это все механическая чистка, ребята. Механическая. И результат в принципе нормальный, радует. Очень радует то, что все это работает. получается очень красиво. Вот эта монета очень интересна тем, что я узнал, что это перечекан с петровской монетой. И выглядит бодренько. Да, ребят? Бодренько и красивенько. Пойдет, пойдет. Меня все устраивает. Так что, если вам понравились данные методы. Продолжаем, смотрим, как я творю волшебство вместе с вами в прямом эфире. Ну что, ребята, закончим наш сегодняшний видеосюжет волшебством. Как вы видите, оно у нас удалось. Получилось достаточно приятный коллекционный экземпляр. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте пальчик за труды и старания. Именно для вас трудимся, чтобы вы не наступали на грабли, как это свое дело у я. Так что, ребята, берегите лоб от грабли. Учитесь на моих ошибках. Так что, на этом и все. Всем пока. До новых встреч на копе или на чистке у меня на канале. до 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 Субтитры подогнал «Симон»